Ближе к звездам Арнольд Шварценеггер Всемирно известный культурист, всемирно известный актер, всемирно известный политик. Арни из тех, кто ставит себе цель и идет к ней, сметая на пути все препятствия. Для него нет ничего невозможного, и он не раз доказывал это на собственном опыте. По натуре Шварценеггер максималист, его позиция – все или ничего. Ничего он отбросил сразу же, и теперь повсюду, куда он устремляет свои помыслы, он становится лучшим. Став первым в мире большого спорта, Арнольд перешел в мир кино и в своей области, пожалуй, тоже стал первым. Не оставив для себя в кино больше возможностей для роста, Шварц оставил карьеру киноактера и с головой ушел в политику. И в этой области он тоже не собирается останавливаться на достигнутом. Нет, он метит ни много ни мало в президента Соединенных Штатов Америки. Да и на что еще может быть нацелен такой амбициозный человек? Человек, который становился первым везде, куда приходит. Поэтому именно Арнольд Шварценеггер стал героем нашей сегодняшней программы. Это единственный в мире человек, прошедший путь от культа грубой силы до политического деятеля, где в первую очередь играют роль все-таки мозги, а не физическая мощь. Арнольд Шварценеггер доказал всему миру, что поговорка «сила есть, ума не надо» не имеет к нему никакого отношения. Ближе к звездам Железный Арния, как привыкли величать Шварценеггера и его фанаты по всему миру, родился 30 июля 1947 года в небольшом австрийском городке Грац. Но чем заниматься в жизни Арнольд твердо решил только к 15 годам. И это было уже не мечтой мальчика об отдаленном туманном будущем, сумбурной мысли о профессии пожарника, детектива, моряка, летчик-испытателя или разведчика. Нет, Арнольд твердо решил, что будет культуристом. И не просто культуристом, а лучшим культуристом в мире, самым великим человеком с лучшим телосложением. Я не могу сказать, почему я выбрал культуризм. Могу лишь утверждать, что сразу же полюбил его. Я полюбил его в первую же секунду, когда мои пальцы замкнулись вокруг грифа, и я почувствовал ощущение победы и восторга, подняв тяжелые стальные блины над своей головой. Спорт Шварценеггера привлекал всегда, благодаря примеру его отца, высокого, крепкого человека, мастера в ледовом керлинге. Арнольд вырос в здоровой, крепкой семье, где ценилось поддержание формы, хорошая еда, здоровый образ жизни. Когда ему было 10 лет, он по совету отца начал заниматься футболом и с увлечением играл в течение почти 5 лет. Однако, когда ему исполнилось 13, командный вид спорта перестал его удовлетворять, и он решил попробовать себя в каком-нибудь одиночном виде спорта. Бегал, плавал, занимался боксом, участвовал в соревнованиях, металл копье, толкал ядро. Но, несмотря на определенные успехи, чувствовал, что все это никто не подходит. Как-то увидев на экране Рега Парка, Арни понял, каким он хочет стать. Он хотел стать таким, как Рег Парк, культуристом-актером. И с этого момента Арни все свободное время посвящал тренировкам. С самого начала я понял, что бодибилдинг – отличная карьера. С этим никто не был согласен, и в первую очередь моя семья и учителя. Родители Шварценеггера считали, что единственным приемлемым путем в жизни является профессия банкира, секретаря, врача или торговца. Получить место в жизни обычным путем, иметь обычную работу, полученную в каком-нибудь агентстве по трудоустройству. В общем, что-нибудь обычное. Его желание строить тело и быть мистером Юниверс было абсолютно выше их понимания. Мне всегда нравилась его фигура, особенно когда он был культуристом. Вот это я понимаю, настоящий мужчина. Восемнадцать лет послушавшись отца, Арнольд пошел служить в армию. В Австрии было обязательным один год службы. После этого он мог принимать решение о будущем. Довольно скоро после того, как он был призван, Арни получил приглашение на юниорские соревнования «Мистер Европа в Германии». С этого конкурса начались победы Шварценеггера. Повсюду, куда бы он ни приехал, во всех соревнованиях он признавался первым. С тех пор бодибилдинг стал для него шоу-бизнесом. Он стал действовать как настоящий профессионал. Привозил свою музыку, объяснял директору сцены, какое нужно освещение, когда и какие прожектора включать и выключать. Он выступил в Голландии, в Бельгии, потом снова поехал в Англию. Ему платили 100 марок плюс расходы за каждое выступление. В 1967 году Арни впервые выиграл конкурс «Мистер Вселенная», но на этом не остановился и выиграл его еще 4 раза подряд. И 7 раз подряд становился «Мистером Олимпия». Вот тогда-то Арни и решил, что ему хватит, и поставил в карьере культуриста точку. Арнольд Сварценеггер всегда был моим идеалом. Как он когда-то во всем брал пример с Рега Парка, так и я стараюсь во всем брать с него пример. Он человек, которому удалось переплюнуть всех своих учителей. И, честно говоря, лично я не удивлюсь, если Шварценеггер станет в конце концов президентом. Ведь он добивается всего, что пожелает. В возрасте 22 лет Арнольд наконец созрел для того, чтобы отправиться в Голливуд и попробовать себя в роли киноактера. Продюсеры по достоинству оценили внешность и телосложение Шварца, но вот фамилия показалась им несколько тяжеловатой для восприятия. Поэтому в первом своем фильме «Геркулес в Нью-Йорке» Шварц появился под псевдонимом Арнольд Стронг. Я влюбилась в него, как только увидела его в образе Геркулеса. Тогда у него еще были длинные волосы. Представляете? Стоит, управляет колесницей, волосы развиваются. Он был просто неподражаем. Нельзя сказать, что этот фильм был замечен критиками. Однако уже через два года за роль в картине «Оставайся голодным» Шварц получил «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий актер». Всего за свою долгую кинокарьеру Арни умудрился сняться в 53 фильмах. Так что без работы он явно не сидел. Да и вообще вся актерская карьера Арни — это череда взлетов и падений, культовых блокбастеров и неудачных боевиков средней руки. Шварценеггер никогда не был особо разборчив в выборе ролей. Но, во-первых, его запоминающаяся и исключительно киногеничная внешность сразу привлекала к нему внимание продюсеров и режиссеров. А во-вторых, ему порой фантастически везло. Например, картина с участием Шварценеггера «Конан Варвар» все-таки вышла на экраны. Несмотря на плохие отношения актера и продюсера, большой перерасход средств и неоднократный срыв сроков. И, надо сказать, Конан лишь совсем чуть-чуть уступает «Терминатору». Скажите, вам нравится актер Шварценеггер? О-о-о-о! Конечно, нам нравится актер Шварценеггер. Мой кумир. Он хороший актер. Но почему? Он хороший актер, но он очень обоятельный человек. И, не знаю, по крайней мере, в тех ролях, которые он исполнял, он выглядит совершенно достойно, губиня, губиня, гармонично. Неприцающий фильм. А целый пласт культуры под названием «I'll be break» — это же куда девать. «Терминатор» вообще стал счастливой звездой Шварценеггера. Оригинальный фильм подарил ему роскошный образ. Гениальный сиквел сделал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. А второй сиквел помог выиграть выборы на пост губернатора Калифорнии. Для своего времени «Терминатор 2» стал невероятно амбициозным проектом. Впервые бюджет художественного фильма перевалил за 100-миллионную отметку. Сиквел получился не только более масштабным, эффектным и ярким, но и глубже, многограннее, эмоциональнее, чем оригинал. При этом вторая часть не перечеркивает первую, но логично и совершенно органично развивает те идеи, которые были заложены в фильме 1984 года. Для своего времени «Терминатор 2» стал самым зрелищным фильмом. Четыре технических «Оскара» — лишнее тому подтверждение. И несмотря на то, что за 15 лет кинотехнологии ушли далеко вперед, спецэффекты Т2 по-прежнему поражают воображение. Достаточно вспомнить знаменитую сцену ядерного взрыва, от которой мурашки бегут по коже. Не менее важна и человеческая составляющая. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что герои фильма вызывают не меньше интерес, чем спецэффекты. Отчасти это заслуга сценаристов. По сравнению с первым фильмом, персонажи стали более многогранными и интересными в психологическом плане. Например, Шварценеггер обогатил образ Т-800 комедийными элементами. Но главное — Джеймс Кэмерон идеально ощущает киновремя, благодаря чему в фильме нет ни одной затянутой или, наоборот, скомканной сцены. Режиссер безошибочно угадывает моменты, когда надо приостановить действие и дать зрителю передышку, а когда — поддать жару. Плюс ко всему, временами он умело разбавляет пафосно-апокалипсическую атмосферу лирическими нотками, либо запускает устами Шварценеггера очередную ироническую фразу типа «гениальный», а столовиста «бэйби». По-моему, Шварценеггер — очень хороший актер. Просто удивительно, как он умеет перевоплощаться. Я смотрела «Терминатор 2» 11 раз. Я знаю его наизусть и пересматриваю каждый раз, когда у меня плохое настроение. После выхода на экраны «Терминатора» Шварценеггер на какое-то время пропал из виду, снимаясь все больше в посредственных фильмах категории «Б». Потом последовали средние руки хиты типа «Хищника», в котором Арни должен был сразиться со Сталонией. Но тот не пожелал быть ходячим спецэффектом, и зрелище вышло не столь эффектным, как задумывалось. Вскоре за «Хищником» последовала «Нет Ленка. Красная жара» — весьма нетипичный экшен, появившийся на волне интереса к Советскому Союзу в связи с перестройкой. «Железной Арни» сыграл советского полицейского Ивана Данко, который охотился за грузинским мафиози, сбежавшим в Америку. Сам по себе сюжет — банальная полицейская история с кучей штампов и клише, но совершенно лубочные реалии российской жизни вместе с уморительно выглядящим Шварценеггером позволяют воспринимать фильм как комедию. Неизвестно, есть ли в этом заслуга режиссера, но в определенном обаянии картине не откажешь. Арнольду пришлось пойти на некоторые жертвы для участия в фильме. Он похудел и три месяца учил русский язык. Арни — мой любимый партнер. За ним, как за каменной стеной. И у него удивительное чувство юмора. Мы ничего не можем снять с первого дубля. А я все время смеялся. Следующий хит «Близнецы» — фильм о странном генетическом эксперименте. Привел к еще более странному эксперименту — фильму «Джуниор», в котором Шварценеггер прославился как первый в истории кинематографа беременный мужчина. Согласитесь, не слабо. Совсем другая ситуация со «Вспомнить все» — фантастическим боевиком Пола Верховена. Лента ничуть не устарела, а на вдумчивого зрителя она по-прежнему производит ошламляющее впечатление. 2048 год. Простому, но от них не бедному работяге Дагу Квейду регулярно снятся сны про Марс. Помимо него снова в снах фигурирует и загадочная брюнетка. Но вялые попытки уговорить жену, сексуальную блондинку в исполнении Шерон Стоун, совершить туристическую поездку на Марс ни к чему не приводит. И тогда Даг отправляется в фирму вспомнить все, занимающиеся вживлением человеку несуществующих воспоминаний. Специалисты фирмы обещают создать герою Шварца полную иллюзию того, что он провел две недели на Красной планете, будучи спецагентом и занимаясь спасением всей этой планеты на пару с брюнеткой. Вот только во время сеанса происходит сбой, и Квейд убегает, уверенный в том, что он действительно спецагент, и ему наоборот хотят стереть воспоминания о тех событиях. Уже по сюжетной завязке видно, что фильм является своего рода перевертышем. Мы не знаем, где здесь правда, а где вымесел. Игра сознания Квейда. При этом и то, и другое выглядит в равной мере необычно, так как действие происходит в будущем. Даже завершая фильм хэппи-эндом, режиссер не дает окончательного ответа на вопрос. Можно относиться к вспомнить все, как к очередному боевику, в упорне виде всех подтекстов, намеков и пародийных элементов. И даже в этом статусе фильм Верховена окажется вполне состоятельным и конкурентоспособен. Фильм просто интересно смотреть. Вспомнить все – один из моих любимых фильмов. Никогда бы не подумал, что Шварценеггером может так отлично смотреться в совершенно несвойственном ему амплуа. В середину 90-х годов звезда «Железного Арни» начала постепенно затухать. В моду вошли более молодые супермены, да и здоровье стало подводить. Арнольд перенес две операции на сердце и находился в постоянном беспокойстве о его состоянии. Прием стероидов молодости, постоянные нагрузки и не очень хорошая наследственность дали себя знать. И вот в этот момент Шварценеггер и сделал мощную рокировку, подавшись в политику. Мне очень нравится Арнольд Шварценеггер, особенно во всех его комедийных проявлениях. И вообще он крутой чувак, молодец, ушел в политику. То есть он правильно воспользовался шоу-бизнесом. Шоу-бизнес – это такой шанс, где ты можешь развить себя в любом направлении, когда ты его покидаешь. И Арнольд Шварценеггер – крутой чувак, молодец, Арни, атакует. Ближе к звездам. Ближе к звездам. Просто поразительно, как Арнольда кидала от роли к роли, кого он только не сыграл и на что только не согласился. И это человек, который мог себе позволить выбирать. Что не может не восхищать, это то, что старина Арни никогда, ни разу в жизни не боялся показаться тупым куском мяса. А ведь многие его роли примерно об этом. Он четко разделял кинематограф и жизнь, и всегда верил, что и остальных заставят почувствовать эту разницу. И все до одного ее однозначно почувствовали. Когда недалекий актер Арнольд Шварценеггер баллотировался на пост губернатора Калифорнии и прошел выбор. Несмотря на активную актерскую деятельность, Шварценеггер не забывал и о важности образования. Он закончил Винсконсинский университет по направлению бизнес и экономика и применял полученные им знания торгуя недвижимостью. В 90-м году президент Джордж Буш назначил Шварца руководителем президентского совета по спорту и здравоохранению. А президент Австрии однажды всерьез заявил, что хотел бы видеть Арни своим преемником. А в 2003 году Арнольд Шварценеггер неожиданно для многих выставил свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Поначалу Мария меня не поняла, но ее мать Юнис Кеннеди была за меня, поэтому она поговорила с дочерью, и Мария наконец согласилась поддержать меня. Если бы она не согласилась, я не сделал бы этого, потому что мой брак и моя семья, знаете, это самые важные для меня вещи. Сражаясь за здоровье нации и в первую очередь против ожирения, новый губернатор Калифорнии решил ограничить потребление малолетними газированной воды и запретил продажу заветных банок и бутылок в школах. Отныне калифорнийские школьники были поставлены перед дилеммой – либо обходиться без газировки, либо приносить ее с собой. Автоматы с колой и прочими водами, насыщенными углекислым газом, убрали из коридоров американских школ. Вместо них на столы юным американцам теперь подавались соки, минеральная вода и молоко. Претерпел изменения и сам рацион тинейджеров. Отныне в меню школьных завтраков гамбургеры и чизбургеры заменяли салаты и фрукты. Более того, все сладости, которые продаются в школах, теперь проверялись на содержание сахара. Допускались в продажу только те, в которых оно было нормальным или даже ниже средней нормы. Таким образом, Шварценеггер лишил юных американцев того, что является воплощением американского стиля питания – фастфуда, запиваемого приторной шипучей жидкостью. А ведь все это является своего рода символом штатов. Доблестный губернатор заявил. Ожирение превратилось в настоящую эпидемию в Калифорнии. Она охватила также и детей. Один из чиновников из окружения Шварценеггера прямо обвинил крупнейших производителей газированных напитков в мире в том, что, продавая напитки в школе, они ведут грязную игру, втягивая школьников в порочный круг неправильного питания, получая от этого огромные прибыли. Похоже, что бывший спортсмен Шварценеггер скоро превратит Калифорнию в один из самых консервативных штатов. Удача в последнее время на стороне губернатора, и ему удается проводить всевозможные запреты один за другим. Еще довольно давно Железная Арния наложил запрет на принятие закона о разрешении гомосексуальных браков. Активно проводя реформы и будучи полностью удовлетворенным своей работой на посту губернатора, Арнольд Шварценеггер переизбрался на второй срок. Поразительное, иногда граничащее с бунтом независимость от генеральной линии, умение находить общий язык с оппонентами по ключевым вопросам, вроде той же защиты окружающей среды и исследованию стволовых клеток, обеспечили Шварценеггеру убедительное преимущество над главным соперником, министром финансов штата. Шварц молодец, побольше бы в политике терминаторов, глядишь, и жизнь изменится. В гонку 2006 года Шварценеггер выиграл как политик, а не как голливудская знаменитость, несмотря на неуполнение части своих обещаний, данных перед прошлыми выборами. Личная победа Шварценеггера, которую он сам окрестил своим любимым сиквелом, была подкреплена поддержкой избирателями его амбициозных инвестиционных программ. На состоявшемся в тот же день референдуме калифорнийцы уже одобрили 27-миллиардный план по реконструкции жилого фонда «Автострад» и «ДАМП». Будет утверждена и другая инициатива стоимостью в 10 миллиардов, направленная на благоустройство школ и высших учебных заведений штата. Победа Шварценеггера, которая стала чуть ли не единственным светлым пятном для республиканцев, должна заставить партийных стратегов задуматься. Вполне возможно, этот австрийц, куда гармоничнее вписывающийся в известные американские стандарты, чем многие коренные американцы, продемонстрировал партии ту самую новую стратегию. Кто знает, может быть именно Шварценеггер, которого только конституция США, и это тоже вопрос времени, сдерживает на пути к Белому дому, станет следующим республиканским мозгом, который позволит партии добиться реванша. Остается только следить за дальнейшими действиями активиста-губернатора. Но работа работой, а о личной жизни тоже не стоит забывать. Трудности с девушками Шварценеггер не испытывал никогда. С сексом меня познакомили почти без проблем. Старшие культуристы из зала приглашали меня на свои вечеринки. Для меня все там было просто. Эти ребята всегда следили, чтобы для меня там была девушка. Ну вот, Арнольд, вон та вот, это для тебя, говорили они. Девушки были изначально объектом для секса. Арни видел, что другие культуристы используют их для этого, и думал, что так и надо. Они обсуждали ловушки серьезных романтических приключений как фактор, отвлекающий от тренировок. Естественно, он соглашался с мнением старших культуристов. Они были для него кумирами. Но через некоторое время отношение к женщинам радикально изменилось. Раньше Шварценеггер чувствовал, что женщина была только для одного. Секс был просто другим видом упражнения, другой функцией тела. Шварц был убежден, что он не мог разговаривать с девушкой на основе общих взглядов. Он всегда был уверен, что она не поняла бы, чем он занимается. У Арни в молодости не было времени регулярно общаться с одной и той же девушкой и пройти через все эти телефоны и звонки, записки и ссоры. Все это требовало слишком много времени, а его нужно было тратить на тренировки. По сути дела, не раньше, чем через 4 года после начала тренировок у Арнольда было первое осмысленное общение с девушкой. Как товарищи, девушки его не устраивали. Все его мысли были направлены только на тренировки и его раздражало, если что-то его отвлекало. Со временем, когда Шварценеггер сменил карьеру культуриста на карьеру киноактера, отношение к девушкам изменилось. У него появились постоянные спутницы, а в 1986 году Арнольд Шварценеггер после продолжительных исканий женился на Марии Шрайвер. Жена терминатора Марии Шрайвера Кеннеди очень мало похожа на своего мужа. Он герой боевика, а она серьезный политический телеобозреватель, девушка самого утонченного воспитания, член американской королевской семьи. Ее имени предшествуют весьма внушительные титулы, или запятые, как она сама их называет. Племянница Джона Кеннеди, сестра Джона Кеннеди-младшего, и все же этот брак вот уже 13 лет является образцом благополучия для всего ветреного Голливуда. У Арнольда большая семья, четверо детей, две дочери Кэтрин и Кристиана, и два сына Патрик и Кристофер. Арнольд оказался очень строгим папой, что и не мудрено, зная, как воспитывали его самого. Как рассказывала его жена, Арни жжет грязную одежду своих четверых детей, если те разбрасывают ее по дому. Кроме того, строгий папаша запрещает детям встречаться с друзьями, если они не следят за своей одеждой и не стирают ее. А когда дети балуются, и Шварценеггер начинает говорить с ними по-английски, а они не обращают на него внимания, он начинает орать по-немецки «Ain», и дети сразу затекают. А насчет «Dry» уже становятся вполне управляемыми. В те дни, когда Арни не на съемках, а дома, он будит всех детей в 6 утра и заставляет бегать по футбольному полю, а после обливаться холодной водой. По словам Марии, дети очень любят отца и скучают, когда его нет дома. Несмотря на то, что Шварценеггер – строгий отец, он, конечно, любит играть с детьми и проводить с ними свободное время. Они плавают в бассейне, играют в теннис и устраивают сражения на подушках. Железная Арни не забывает и побалует своих отпрысков. От его дома к домам его друзей проведено метро, на котором дети могут ездить в гости к своим сверстникам, и на каждой станции им раздают мороженое. Так что Арни, как всегда, и во всем знает меру и отлично умудряется сочетать метод кнута и пряника. На сегодняшний день Арнольд Шварценеггер – хороший семьянин и удачливый политик. Сочетая мышцы с интеллектом, а силу с деликатностью, получив в гражданство США в 83-м году, к своему 45-летию Арнольд Шварценеггер действительно превратился в символ 100% американца, упорного в достижение цели, трудолюбивого и удачливого. «Железная Арни» – мечта и предмет для подражания и мужчин, и женщин. Человек, который от начала и до конца сделал себя сам, и всем, что он имеет, обязан только себе. Я вернусь.